Доброго времени суток! Последние дни теплые, такие осенние, хорошие. Это видео больше будет посвящено именно только для Нивовода. До старовода, уазоводы, ну и остальные автомобили можете смело выключать, вам это будет неинтересно. Особенно будет полезно видео у кого пятидверная Нива и думаю до двадцатого года, наверное, вот такого производства автомобиля. Вот мне пришла посылка. Сейчас вот я пока ее буду распаковывать, я вам включу видосик, который я снимал примерно года полтора назад. Снимал видосик про этот автомобиль, про эту проблему. Я вам пока нарезочку включу, посмотрите, я пока распакую и перейдем дальше. Еще новую машину поковырять краску. Вот, пожалуйста. Полтора года автомобиля и ковыряем. Вон, посмотрите, сколько ржавчина. Все уже там. Металл уже заразился вот этой темой, просто заразился. Пошла ржавчина, то есть здесь ржавчина. И вот перешел на другую сторону, заднее правое. То же самое, смотрите. Это все, конечно, надо снимать, потому что под ней, вот прям видно, ржавчина идет, понимаете. Если этим не заниматься, то со временем это все просто-напросто краской слезет. Обратился по гарантии. Я обратился с какой претензией? По коррозии. На завод отправили, сказали, да, нужно перекрашивать. Сейчас автомобиль готовится у нас к покраски. То есть все полно, все разобрали. И вот, смотрите, автомобилю нету двух лет. Видите, ржавчина. Ржавчина везде, везде ржавчина идет. Здесь ржавчина. Все у нас разобрали. Это все будем убирать. С мастером по покрасочному цеху разговаривали. Сказали, что сегодня-завтра все подготовят, закрасят. И какую-то мастику, наверное, будем наносить и ставить в молдинге назад. Потому что, как на новой Нивы, резинки найти я не могу. Только на передние стекла есть, на задних, к сожалению, в продаже нету. Я смотрю, вот краска как бы не отличается. Да, краска колерная. Так, вопрос такой, а можно чем-то здесь намазать дополнительно? Каким-то грунтом или, не знаю, мастикой? Да, не можно, а нужно это сделать обязательно. Потому что, если этого не сделать, они жесткие, вот эти обода, они опять царапнут и возникнет коррозия или натрут там. Они у него не очень плотно держатся. То есть обязательно нужно кордоном, обилем, чем-нибудь это все замазать, герметиком. Это все будет входить в гарантийный ремонт? Да, это по желанию. То есть обязательным заводом это не предусматривается, но по желанию клиента мы это делаем. И то есть уже через день я, наверное, могу ее забрать? Да, завтра вы ее забираете. Завтра я уже могу забрать. Уже подкрасили. Давайте с этой стороны посмотрим. Здесь тоже все подкрасили. И я попросил, чтобы мне все это намазали мастикой, как можно побольше. И, как говорится, мои личные рекомендации, кто купил такие машины с такими замками, снимайте, грунтуйте или наносите мастику сразу, чтобы не было такого геморроя, как у меня. Как вы поняли из видео, которое полтора года назад я снимал, мне перекрашивали вот эти части. По цвету покраски все попали они правильно. Одели те же бархотки, которые шли вот с 2018 года. Хотя мы и наносили там герметик дополнительно. На этой задней двери уже вот она ржавчина пошла. То есть еще чуть-чуть и будет уже проблемно. Опять нужно будет все перекрашивать. Поэтому я решил. Есть такой интернет-магазин ТЛТ Автодеталь. Я у них заказал комплект полностью на четыре двери. Это вот так, например, называется. Комплект рамочных верхних уплотнителей. Бархотка. Боковых стекол задних дверей автомобиля. ВАЗ УРБАН. Положили мне такую штучку. Ребят, спасибо, если смотрите. Это примерно выглядит вот так. То есть уже в каких-то металлических бархотах ничего нету. Чисто вот идут резиновые. Они очень плотные. Как мне ребята с магазина сказали, разводишь жидкое мыло, наносишь и их одеваешь. Поэтому полный комплект взял. Как это будем сейчас устанавливать? Поедем, разберем, посмотрим. Опять же, надо будет герметик наносить, ржавчина. Возможно, надо будет ржавчину тоже убрать. То есть такие долгие, нудные работы придется нам с вами произвести. Поэтому кому нужно заказать, искать не нужно по разным магазинам. Это производство Балакова, резина хорошая, интернет-магазин, ТЛТ, автодеталь. Зеркала сняли. Легко и просто отстегивается. Все, в принципе, мы с вами разобрали. Грязь есть. Сейчас свету дадим и посмотрим, что здесь у нас происходит. Переднее левое мы разобрали. Бархотки металлические сняли. Так, ну и смотрите, то, что когда перекрашивали двери, в принципе, ребята на совесть намазали тут типа герметика, как он называется, я вот не знаю. Да, вот они металлические защелки, где бархотки одеваются. То есть она вот на нижней. На этих, то, что когда будем устанавливать резиновые, их нужно будет поджать. Вот видите, уже она ржавеет. То есть отсюда уже из-под бархотки уже ржавчина прьет. Но с этой стороны, в принципе, все идеально, все нормально. Я боялся, что нужно будет перекрашивать, но нет, все отлично. Так, заднюю бархотку тоже сняли. Смотрим, что здесь сразу. Ну да, вот на этих замках. В основном на замках. И из-под них, конечно, и прет. А так, блин, ну классно сделали. Молодцы, молодцы. В комплекте идет на передней и на задней двери. Еще плюс боковые форточки идут. Короче, как-то так вот будет все это смотреться. Вот, хром полностью уберется. И будем ставить. Сдянули замок влево, освободили и будем вытаскивать. Сняли форточку. Ну, честно сказать, мы очень долго снимали, очень долго мучились. И замки тянули. Ну, сложновато было. Состояние. Смотрите, в принципе, ржавчина только вот здесь вот есть. Пуш-салом, думаю, намажем. Или солидолом. Ну, наверное, пуш-салом. И новые замки поставим. То есть резинки со стеклом. Путочку поставили. Теперь вот эти вот замочки, которые идут, мы их убираем путем плоскогубцев. Зажимаем, чтобы они не торчали. Если мы оставим их торчать, то резинка будет выпирать. В принципе, плоскогубцами выравнивается нормально. Передняя дверь тоже собрали. Все подошло. Все хорошо. Вообще все четенько получается. Ничего обрезать не нужно. То есть уже у нас практика есть. Эту сторону мы собрали. Задняя тоже поставили. По задней двери, что могу сказать. Приходится вытаскивать стекло. Лично у нас мы вытаскивали стекло. А по-другому там не поставили. По-другому. Потому что здесь рамку тоже вытаскивать надо. Ну да. Из-за вот этой рамки у нас не получилось. Что хочу сказать по переднему стеклу. То, что вот эти фиксаторы, которые под бархотки металлические, обязательно плоскогубцами закрывайте, зажимайте. Вот. Здесь мы сейчас протрем и обработаем мовилем. Итак, друзья, прошло уже примерно неделю. Как мы установили, я покатался. Уже могу сказать какие-то свои мнения и впечатления. Итак, смотрите, как у нас получилось. Бархотки стали просто прекрасно. Нигде никаких нюансов, каких-то подрезаний я ничего не делал. То есть, как пришли, как мне производитель сразу сказал, Виталий, не лезь, ничего не подрезай. Вот, смотрите, ни капельки, ничто не подрезали. Встало, все классно. Заднее, смотрите, тоже как классненько. Все стоит, все четенько. Если дверь открыть и посмотреть изнутри, как здесь происходит, вот примерно посмотрите. Окна плотненько. То есть, прям стали очень плотно ходить. Все закрывается, все открывается. Вот. Но скажу, ребята, сразу, кто будет устанавливать, набирайтесь терпения. Это не час, не два. Ну, по крайней мере, у нас около трех часов вышло установки вот этих вот бархоток. Вот это очень долго мы устанавливали. Вот. Ну, так как мы делали первый раз, может быть, у вас и быстрее получится. Не знаю, ребята. А так все стало вообще классно. По поводу ржавчины у меня, в принципе, ее там почти не было. Так как вы посмотрели видео, то, что полтора года назад мне вот эту часть перекрашили везде по кругу. Потому что, когда стояли металлические бархотки, из-под них была ржавчина. На данный момент мы обработали мавилем и одели бархотки. Именно нижнюю часть. Потому что, ну, верхняя часть, в принципе, все нормально. Сняли, зачистили, посмотрели. Старый герметик есть, но все равно еще мавилем намазали и все. И стало все классно. Поэтому рекомендую смело. Переходите на Авито. Ссылочку оставлю. ТЛТ Автодеталь. Ребята продают. Между прочим, бархотки 21-22 года. Резина очень хорошая. Не какой-то пластик, а именно хорошего производства и качества резина. Переходим. ТЛТ Автодетали. Смотрим, заказываем, устанавливаем, набираемся терпения. Вам всем удачи. Ну, зато смотрится не Васик вообще красота. Ну, просто красота. Сейчас вам покажу еще, как стоит на передней двери. Вот, если посмотреть переднюю дверь, стеклоподъемники прям тяжеловато. Тяжеловато первые дни были. Но сейчас уже все проработалось. Все закрывается, все открывается легко. Все. Рекомендую. ТЛТ Автодеталь. Переходим, смотрим, заказываем. И у вас будет такая же красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА